А чё смеяшься? Что смешного в бою с Аней Волковой? Всем привет, меня зовут Александр Лютиков. С постоянным экспертом нашего канала Александром Шлеменко мы сейчас и разберем поражение Александра Волкова в главном бою турнира UFC и исследуем удивительный мир бокса на РЕН-ТВ, где блистал Сергей Харитонов. Будет весело. Перед началом не забудьте подписаться на мой телеграм-канал, чтобы в случае чего не потеряться. А я хотел посмотреть, почему-то матч ТВ не показывал в Андеркарте. Матч боец показывал. Да, ну... Но я всё равно с утра вот только что посмотрел. Посмотрел бой с Аней Волковой. Ну и всё как... И всё. А чё смеяшься? Что смешного в бою с Аней Волковой? Да чё-то он вообще ничего не показал. Просто жалко ему. Я думал, он сейчас англичанина приберёт. На взвешивание уверенный был такой. Но я в бою увидел, смотри. Я чё-то сейчас вот сижу, разговариваю. Думаю, может быть, впервые в жизни зал против Саши был так настроен. Я не видел, как в других, когда выходили русские бойцы. Так же было, да? Ну да. Ну как? Нет, на него прям совсем гудели. На остальных так. Может быть, это как-то его сбило. Просто я вот сейчас даже не припомню, чтобы у него были в карьере такие бои. Вот прям когда такой жёсткий гул. Может быть, как-то это его подломило. Ну и так же он долго разгоняется, а соперник воспользовался. Пока Саша не успел разогнаться, ну, перехитрил во всех аспектах причём. Что тоже очень обидно расстраивает. Ему сейчас, по-моему, 33 года, Александру. И я уже вижу, что, ну всё, карьера закончена. Так и есть. Чёрт, так и есть? Так и есть. Я сейчас скажу и жёстко про него, и не жёстко. Давай начну с жёсткости. Саша всегда ехал на недооценке. Ну, пускай он может на меня обижаться, не обижаться. То есть его чаще всего люди недооценивали. Ну, думали, ну чё такого, такой худой парень, длинный. Ничего-то особенного сейчас выйдем, его сломаем. Начали ломать, ломали, ломали. А он не ломается. Это ещё, знаешь, я помню его бой, когда он молодой-молодой дрался с Ибрагимом Магомедовым. Да, в М1 началось его восхождение. Тогда вспомни бой. Ибрагим его, ну, просто всякое мял-мял, мял-мял, мял. И не замял. Саша как бедухом не сломался. А сейчас Саша поздоровел, ну, набрался, стал улыбаться, стал уверенным в себе. До этого был очень неуверенный. И как-то люди стали больше к нему готовиться, мне кажется. Они его просчитали, разобрали. Ну, это я так думаю. Просто нужно что-то сейчас изменить. Чтобы вернуться, нужно что-то изменить. Нужно изменить, может быть, настрой, может быть, ещё что-то. Ну, чтобы, знаешь, как-то, чтобы все офигели. Вот, вот, вот. Это моё мнение, да. Это плохое такое. Ну, а хорошее, знаешь, могу сказать. Ну, а что? Всякое бывает в жизни, знаешь. И у меня у самого, если бы я сейчас тут сидел и тебе рассказывал, просто почему я эксперт сразу хочу сказать ребятам. Вот кто-то там сейчас на что-то уничтожить, что-то опять его взяли. Тут непонятно откуда. Диванного, да, эксперта. Но у меня были тоже похожие ситуации. Когда ты прям уверен, когда ты, блин, ну, заканчивался-то не очень хорошо. Поэтому, знаешь, на периодах разной карьеры, вот, у него может быть такой период, где его сейчас, сейчас нужно что-то изменить. 33 года вообще, на самом деле, такой возраст, когда, ну, что-то нужно менять в жизни. Чтобы дальше двигаться нормально. Ну, либо ты будешь вниз идти, либо ты чуть-чуть еще по инерции проедешь, либо ты что-то изменишь и пойдешь вверх. Ну, вот, я думаю, он изменит и пойдет вверх. Ну, по крайней мере, так хотелось бы думать. Ну, просто, ты говоришь, менять, да. Чаще всего к нему, знаешь, как люди приходят с советом, меняй команду, меняй тренера. Ну, это глупейший совет, ну, вот, на самом деле. А что тогда менять, если не командуй на тренера? Ну, в себе, в первую очередь, менять надо, понимаешь? Тебя будут учить в жизни те, кто сами этого не умеет. Они тебе скажут, они тебе научат, почему они этого не умеют, потому что они сами кого-то обвиняют. А кто виноват? Ну, конечно, тренер команды. А ничего, что тренер и команда, ну, сделала так, что Саша сейчас там. Что Саша в главном бою в Лондоне дерется. Все-таки это команда и тренер, наверное, сделала. Нет, конечно, да нет, это нет, это просто, просто он такой, ну, просто взяли его и поставили. А вот если ты команду изменишь, пойдешь по стандартной схеме, вольная борьба плюс бокс, все. Это такой, знаешь, зубодробительный такой коктейль, все будешь всех выносить. Ну, конечно же нет, в первую очередь пойми, ты, вот, люди не понимают просто, что такое возраст, что такое возраст. Пока ты был молодым, ты был больше сосредоточен, кстати, со своей командой, со своим тренером. То есть у тебя было больше времени. Когда ты становишься взрослым, у тебя появляются дети, у тебя появляются какие-то другие обязанности. У него появились дети, у него, по-моему, сейчас двое детей, правильно? Да. Возраст, это именно это и есть. Когда ты на чем-то сосредоточен, ты хочешь что-то сделать, ты хочешь поспать элементарно, а твой ребенок спать не хочет. И ты из-за этого тоже не поспал. Ну, ты же ребенку не объяснишь, что ты ребенок. Вот поэтому все профессиональные спортсмены, ну, в отличие от тебя и Александра Волкова, ездят на сборы. Подальше от семей готовятся, где никто не будет отвлекать. Ну, пускай ездят, черт. Ты сейчас так говоришь, как будто у тебя такие примеры. Ну, приведи мне пример 33-летнего бойца, который сменил команду и стал просто машиной для убийства всех начал носить. Приведи мне пример, особенно оттяжающий. Ну, мне интересно услышать. Значит, все такие умные люди. А просто взять, вот что такое метод, метод наблюдения. Вы посмотрите, что происходит с людьми, которые в 33 года начинают бегать. У них происходит стагнация. Я вам кучу примеров приведу. А вы мне приведите, пожалуйста, на обратный пример человека, который еще раз бы в 33 года поменял команду, и у него прям так поперло, полетел там вообще до небес. Покажите мне такого. Опа. И мне нечего сказать, правильно? Нет, я просто надо найти примеры наверняка. Подожди, я тебе сейчас кучу скажу. Люк Роккаль. Сразу, первый же пример. Это раз. Этот, Гектор Ломбард. Второй пример. Потом, это, ну, кого только я знаю. Почему? Потому что это мой вец, да, я их изучал. Потом, да много еще можно говорить. А скажи мне наоборот. Скажи мне наоборот. Кто ушел, и его бы там заточили, да? Ну, и чтобы он там потом всех убивал. Ну да, надо подумать. Надо подумать. Да не, да вот именно. Надо подумать, такого нет. А если бы такое было, то об этом никто бы не знал. Понимаешь? В этом-то и прикол. Тебя не смущает, что базовый каратист Волков, ну, прям, стал редко-редко бить ногами? Ну, прям так, чтобы сильно. Ну, это же вес набрал. Конечно, смущает. Но ты не забывай, как бы стратегия развития. Если ты что-то приобретаешь, ты что-то теряешь. То есть, ты хочешь сказать, что если он начинает весить не 100 килограмм, а 120, то он точно так же будет порхать, как бабочки, бить ногами своими? Ну, я сомневаюсь в этом. Так, а зачем тогда? Все. Ну, опять же, зачем? Я сам не знаю, зачем. Ты меня спрашиваешь, как будто я тренер. Ну, люди посчитали, что нужно быть помощнее. Я тебе еще в предыдущих интервью говорил, что базара нет, вы станете мощнее, но вы потеряете в выносливости раз, вы потеряете в какой-то подвижности два. Ну, есть что терять. На самом деле, можете потерять. И вот мы сейчас видим, как вы... Ну, спору нет. На ногах Саня стал стоять лучше, согласись. Перевести его стало сложнее. Бороться он стал лучше, потому что он набрал вес. Но в этом бою это переводили дважды. Но в этом бою, видишь, его перевели с корпуса. Саня-то я тебе про ноги говорю. Про корпус он подзабыл, наверное. Да я про это вообще ничего не понимаю, что ты мне рассказываешь. Корпус, ноги. Ну, переводили с корпуса. А проход в ноги он держит нормально. Ну, короче, это тяжело объяснять сейчас. Сейчас говорю, если захотеть, можно же ко всему прибираться. Я не вижу в этом ничего такого катастрофического, честно. Ну, настрой у него был какой-то не очень. Вот особенно, когда он вышел, его улыбка сразу же начала сжиматься. Когда начали гудеть, свистеть, когда его объявлять, я видел, что он поднапрекся. Что-то с мотивацией подбили англичане. Короче, твое обращение к Александру Волкову. К чему мне обращаться? Хочу просто поддержать его. Ну, как бы сами. Старайся найти причину. Я не знаю ее. И я думаю, лучше, чем ты ее никто не знает. И все. Ты до сих пор здоровый, высокий, не старый боец. С большим опытом. Такого опыта, как у тебя, очень мало. Поэтому, ну, что ты. Я не знаю. Да я думаю, он особо не расстроен. Знаешь, мы сейчас тут говорим, как будто он сейчас сидит, рыдает просто где-то в углу. И все, всю жизнь закончилась. Да я думаю, вряд ли так. Последнее про Волкова. Вот когда ему делали прием, значит, он постучал. А ты же у нас эксперт по тому, чтобы не стучать. Вот. Как тебя напрягает, когда наш русский парень сдается. Ну, ты сейчас начинаешь, чтобы меня опять выводить на эти. Слушай, это я же говорю, дело каждого. У меня тоже есть пацаны, которые сдаются. Есть такие пацаны. Я для себя определил другой план. Опять же, я сейчас расскажу. Ты хочешь, чтобы я собрал хейта побольше? Чтобы опять начинали. Давай, давай, начинай. Начинай. Да вот, да то, да все. Я скажу просто. Русские не сдаются. Вот и все. Пожалуйста. Ну, подожди, а когда руку ломают, как мне сдаваться-то? Ну, слушай, ну, у меня были такие бои. Это очень больно. У тебя локоть потом становится, наверное, размером с твое колено после боя. Ты не можешь его ни согнуть, ни разогнуть. Тебе очень больно. Слава богу, он не вышел из... Ну, вот у меня были случаи. Слава богу, мой локоть не выходил из... Но я увидел случаи, когда они сдавались, бразильцы. Ну, не только по-русски, да, можно сказать. Для меня показательно, когда Жакаре боролся с этим вот, который на М1 еще был чемпионом. Могилеяш, да, по-моему? И Могилеяш ему делал болевой снизу, рычаг в локте, армбарта. И сломал, он тоже вышел, у него вышел локоть. И Жакаре не сдался, судя, сам остановил, он хотел дальше бороться. Для меня вот такие тоже показатели. Опять же, смотри, каждый сам для себя определяет. Сдашься ты, не сдашься, это все зависит от твоего настроя. Вот и все. Да, мне кажется, вообще глупо не сдаваться, а потом ходить и год всем рассказывать. Вы посмотрите на мою руку, это потому что я не сдался тогда. Но я же не сдался. Не, ну ты же можешь не сдаться и не рассказывать этому. Сидеть тихо и все. Ну, просто... Пойми, я еще раз говорю, из большинства людей, те, кто не сдадутся, их очень мало. Их, наверное, ну, не знаю, процентов 10, наверное. Короче, зачем мы вообще это выясняем? Сдался, не сдался, это же дело каждого. Ну, может быть, у него бой назначен через месяц еще. Конечно, лучше сдаться. Ну, а для тех, кто не сдается, всегда есть возможность вскрикнуть во время приема, и судья сам остановит. Да, и потом начать это. Ты вспомни страшные моменты даже наших бойцов. Рашид Магомедов, да, по-моему? Правильно же, у него же был бой на UFC, где он выкручивался, выкручивался и выкрутился. И я уверен, у него тоже была рука травмирована. Но, опять же, смотри, Саня здоровый, он набрал вес, а он сейчас как этот, я всегда таких называю, жук. То есть, его на спину положи, жука, и он лапками этого двигает, а перевернуться не может. Вот. Такая же ситуация, получается, жука на спину положили, и лапку ему отломали. Ну, это же, блин, как бы ты набирал вес, ты понимал. Ну, интересно, да, что его и Вердум переводил, и ничего не смог сделать в партере с ним. А здесь вот человек взял, перевел и смог. Это все зависит от случая, случай и настроек. Вердуму другие приемы накидов. А этот удивил его таким детским приемом. Ну, таким, знаешь, начинающим. Как бы это не совсем Кимура. Саня, кстати, начал зачищаться от Кимуры, туда ее развернул, но тут, видишь, как... Развернул, как ты камеру прям сейчас. Да, да, да. Смотри, давай поговорим прям про настоящих тяжеловесов, про то, что всем интересно. Чемпионат мира по боксу по версии РНТВ. Сергей Харитонов, Малик Скотт. Смотришь ли ты вообще такое? Слушай, ну, вот честно, только не вырежи. Я посмотрел только из-за тебя, потому что ты сказал, давай это обсудим. Я сейчас, давай честно, потому что я начну-то орать, что я опять сижу дома, делать мне нечего. Сижу только их обсуждаю все. Я обсуждаю их только потому, что ты попросил. И ты не вырезай это ни в коем случае. Я этот бой досмотреть не смог, честно. Ну, не смог я его досмотреть, извините меня. Я начал смотреть, начал перематывать, не нашел этот момент нокдауна, потом вернулся, опять поставил на этот момент нокдауна и понял, что это какой-то странный нокдаун. Либо вот этот Малик Скотт обладает каким-то бесконтактным ударом, то есть он может пробивать сквозь эти, короче, преграды. Даже через стену, наверное, может пробить печень, знаешь, запустить энергию. Но есть такие люди, я видел, в интернете. Поэтому, вот может быть отсюда мы это видели. Ну и как? Тебе показался фейковый нокдаун? Ну слушай, Серега, вот Харитонов, не обижайся, ты, конечно, может быть, боец хороший, но как актер ты, ну не очень хороший. Тем более, знаешь, где-то я видел похожие, похожие у Сергея, у него на все эти, когда он хочет сыграть, у него одно лицо, всегда вот. Знаешь, у него был момент, когда ему в пах били, я помню. Ну там было по-настоящему, в пах-то по-настоящему. Ну лицо было похоже, и здесь, так знаешь, отыграть, на самом деле, Саня, смотри, удар в печень тяжело отыграть. Ну я тебе честно хочу сказать, вот ты скажи кому-нибудь, сыграй удар в печень, потому что удар в печень, не, ну может быть, это была не печень, может быть. Сергей нам хотел показать, что это была печень, а может у него болела рука при этом, мы же не знаем. А вот если без шуток, ты как вообще воспринимаешь, что в принципе вот такие бои проводятся в России, и это прям главный бой на федеральном канале у нас? Я не знаю вообще, зачем это делается, ну мне сложно сказать. Я вообще не знаю, куда катится вся индустрия, где боксеры. Ну то есть, знаешь, я не спорю, не спорю. Есть бои, которые интереснее, чем боксеры показывают, да. Ну, к примеру, вот совсем недавно дрался Мага Исмайор. Ну интересный был бой, настоящий бой. Тот же Конор Макгрегор дрался против Флойда Майвезера. Ну тоже интересно было посмотреть. Да ну много, знаешь, каких-то, да, ЦИКА, Славу, интересные бои показывают. А здесь, ну какой-то спарринг был, знаешь, потолкаться выше, причем не вкладываясь как-то так. Не знаю, мне кажется, когда ты хочешь всех обмануть, в конце концов сам останешься ни с чем. Ну это мое мнение. Поэтому, причем, знаешь, ты говоришь так на РЕН-ТВ, может РЕН-ТВ тоже здесь с точки зрения попали в такой обман. Можешь такой быть? Они же тоже не знали, что сейчас вот такой будет. Хотя, знаешь, имея опыт общения с РЕН-ТВ, людьми с РЕН-ТВ, я хочу сказать, что они вообще в единоборствах не шарят вообще ничего просто. Ну все изменилось уже, сейчас муж шарит. Когда начался, в 20-м году? Как оно может измениться, если ты сам никогда не тренировался, тем более в РЕН-ТВ очень много женщин, девушек работает, понимаешь? Просто они тоже могут быть обмануты, понимаешь? Вот я не думаю, что их там за все отвечают, их задача предоставить площадку, мне кажется, и финансирование, да? Может быть, я ошибаюсь. И, ну вот, вот сделали. Ну, не знаю, может быть, им понравилось. Говорю, мы сейчас с тобой сидим, тут два жестких профессионала с кучей боев, и сидим, это обсуждаем. У нас 75 боев на двоих с тобой, кстати. Да, 75 на двоих, и еще и очень много... 62 победы, 62 победы на двоих тоже. Только у меня 62 победы, у тебя 13 поражений. Это хорошо, да. Слушай. А что ты здесь? Это прям нормально, да. Сообразим. Слушай. Я хочу сказать, ты от меня ждешь, что я буду жестко их разносить. А зачем, Сая? Вот ты извини, что их разносить? Ну, делают они свое дело, отрабатывают они какие-то бюджеты. Нравятся людям, которые это делают. Ну, блин, мне это не понять. И, извините, я это не смотрю. Я смотрю, когда там дерется Слава Дацик. Я смотрю, когда там дерутся настоящие бои, показывают что-то такое интересное. Да, но, опять же, я прекрасно понимаю, что нельзя же постоянно делать что-то такое интересное. Иногда и надо просесть. Как тебе вообще вот эти форматы, когда, получается, три раунда по две минуты? Ну, я просто удивляюсь, что за бокс такой у нас. Давайте делать четыре раунда по полторы минуты или там шесть раундов по 30 секунд. Зачем вот это делать? Ты как зритель просто. Ты меня спрашиваешь, зачем? Я сам не понимаю. Нафига это? Вернее, я понимаю, нафига это делать. Чтобы мы видели, что один человек бегает, падает, прыгает, но не дерется. И потом нормально встает и все. Вот-вот зачем мы это, я думаю, это и делается. Я вообще не понимаю, что случилось с нашим боксом. Я давно не смотрел бокс вообще как таковой. Спору нет, я его и так-то не смотрел, потому что после ММА он до меня стал более скучным. Я смотрел только там Александра Поветкина, ну или очень такие прям серьезные события значения для нашего бокса. Но сейчас, знаешь, ладно, поначалу, когда еще было, были какие-то бои, ну вот, интересные. Но когда это делают, разбавляют, вообще непонятно чем. Я не понимаю, зачем это делать. Но давай сейчас представим бой Конор Макгрегор против Флойда Майвезера 3 по 2. Конор Макгрегор 100% уиграет, 1000% уиграет. Я не понимаю, зачем так делать, зачем так убивать боксеров. Но в целом убогий формат. Конечно убогий, ну хотя бы 6 по 3, хотя бы 6 по 3. Поэтому, конечно же, это убогий формат, это любой тебе объяснит. То есть в этом формате попробуй ты за эти 3 раунда по 2 минуты раскрыться и что-то показать. Тем более, тем более, еще раз говорю, боксеры, тем более. Потому что, ну им вообще тяжело. Ты бы не испугался по боксу выйти 10 раундов по 40 секунд против Чоршанбая, например? Нет, конечно, испугался еще. Ну 10 раундов по 40 секунд. Может быть 100 раундов по 10 секунд. С минутой лучше. Но это лучший формат, понимаешь? Да. Ну, короче, ты за 100 раундов по 10 секунд, да? Да. Ну, это более такой мужской жесткий формат такой прям, в котором можно показать. И против любого вообще никого не боишься, да, в этом формате? В этом формате нет, я чемпион. Ну все, давай, пока, спасибо. Пока. Вопросы Александру Шлеменко задавал Александр Лютиков. Подписывайтесь на мой канал в Телеграме. Ссылка будет в описании. Опять будут про твою прическу все писать в комментариях. А что если? Ну такая. Ну какая есть, я что могу сказать? Просто под каждым видео. Какой есть, такой есть. Какой есть.